Мастер и Маргарита Мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, а не он для нас. Мудрые слова эти принадлежат Екатерине Второй Алексеевне. В историю она вошла как наследница Дел Петровых и российская императрица Екатерина Великая. В девичестве будущую православную царицу звали Софья Августа Фредерика и принадлежала она к небогатому, но весьма знатному роду немецких князей Анхальд Цербских. Детство и юность Екатерины Великой. У нас в гостях историки Елена Смелянская и Александр Каменский. Елена Смелянская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Российского государственного коммунитарного университета, автор книг и публикаций в том числе «Волшебники-богохульники-беретики» и «Старое обрядчество Бессарабии. Книжность и перческая культура». Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного коммунитарного университета, автор книг и публикаций в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под Сенью Екатерины». Имя Екатерины Великой находится среди тех, в общем-то, наверное, не столь уж многочисленных русских имен, наряду с именами Петра Великого, наряду с именами Толстого, Чайковского и так далее, тех имен, которые известны во всем мире. И более того, наверное, если представить себе какой-то список наиболее известных во всем мире женщин за всю мировую историю, то Екатерина тоже непременно попадет в этот список. И во всем мире ставятся театральные спектакли, снимаются фильмы о Екатерине до сих пор, выходят книги, постоянно новые книги. Причем, что интересно, что вот очень часто историки, известные историки, которые на протяжении многих лет занимались самой разнообразной тематикой, они вдруг обращаются опять к этой теме, к теме Екатерины. И сегодня очень многие историки говорят о том, что время Екатерины – это был золотой век русской истории. Интересно, что в записных книжках князя Петра Андреевича Вяземского мы находим такую запись. Вяземский, как и его друг Пушкин, записывал рассказы стариков о минувшем 18-м столетии. И вот среди этих записей есть такая. Английский посол в Петербурге, наблюдая похоронную процессию Екатерины Великой, сказал – хоронят Россию. То есть, иначе говоря, в сознании английского дипломата Екатерина Великая олицетворяла собой Россию. Она как бы стала ее символом, олицетворением, она как бы слилась. И за этим, мне думается, стоит очень большая загадка. Потому что мы знаем, что в России 18-го века Екатерина была не единственной женщиной на престоле, но, тем не менее, это вовсе не значит, что это было чем-то таким обычным, заурядным и так далее. Все-таки Россия была в то время страной достаточно патриархальной. Но при этом Екатерина не просто женщина на русском престоле, а иностранка. Иностранка, которая до конца своих дней хоть и выучила русский язык достаточно прилично, но все же говорила с сильным довольно немецким акцентом. Ну, писала с ошибками. Ну, писала, в этом она не была одинокой. Многие русские... Писала с немецким акцентом, что характерно. Может быть. Но русские люди писали с большими ошибками, потому что просто еще не было твердых правил, на самом деле, грамматических. Но говорила с немецким акцентом, это очевидно. Она пришла к власти в результате государственного переворота, свергнув с престола собственного мужа, который был законным наследником престола, который был внуком, почитаемого русскими людьми Петра Великого, и заняла этот престол, не имея на него никаких прав. Российский император Петр Третий был свергнут в 1762 году в результате переворота, организованного Екатериной. Петр Третий родился в 1728 году в Германии. Был сыном гольштейн-готоргского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра Первого Анны Петровны. В 1742-м российская императрица Елизавета Петровна, тетка Петра Третьего, объявила его своим наследником. С принцессой Софьей Фредерикой Анхальцерской, будущей Екатериной, Петр Третий вступил в брак в 1745 году. В 1762-м Петр Третий заключил петербургский мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. По длительности правления в русской истории она может сравниться только с Иваном Грозным. Вот во всей русской истории, включая и советское время, не было ни одного правителя, который правил до страны столь долго. И оставила по себе вот такую память. Стала олицетворением страны, составила целую эпоху русской истории. И получила титул Великой. И получила титул Великой еще при жизни. Тут мы как бы немного забегаем вперед. В 1767-м году депутаты, созванные ею уложенной комиссией, на первом своем заседании поднесли императрице титул Великой, но Екатерина отказалась его принять, сказав, что только потомки могут судить о моем величии. Но, тем не менее, при ее жизни достаточно часто ее так уже называли. И вот мне думают, что в этом есть загадка. Конечно, это загадка, разгадать которую, наверное, до конца мы не сможем никогда, потому что, прежде всего, это загадка личности. И вот здесь, наверное, важно, прежде всего, присмотреться к этой личности и попытаться понять, какие именно черты, какие именно качества этой личности и вот сделали ее такой. Каковы были традиции тогда при российском дворе с точки зрения династических браков? Это очень серьезная была вещь здесь, и политика, и связь с иностранными державами. Тем не менее, это была немецкая традиция. Каков был выбор? Почему именно искали там? И была какая-либо альтернатива? Ну, например, среди русских знатных родов уже того времени. Ну, надо сказать, что вопрос династических браков стоял как очень важная, регулирующая политику, составляющая с глубокой древности. Да, да, конечно. И известно, что еще в Киевской Руси больше всего прославился Ярослав Мудрый тем, что всех своих детей выдал замуж или женил на представителях всех, по-моему, королевских родов. Да, Швеции, Франции и еще в Польше. Польши и так далее. Ну, а затем традиция, в общем, прерывается. И последним таким значимым династическим браком был брак Ивана Третьего с Софией Палеолог, поскольку препятствием основным были препятствия, связанные с различием вероисповеданий. Невозможно было принять на русский престол католичку. Невозможно. Пытались в 17 веке хотя бы датского королевича Вальдемара лютеранской веры выдать замуж за сестру первого царейственности Романовых, Михаила Федоровича, на дочь Михаила Федоровича Ирину Михайловну. Но не состоялось, потому что не сошлись. Стояли насмерть каждая сторона. С одной стороны, русские не желали выдавать за рубеж в еретическую страну, нашу истинно православную царевну. С другой стороны, жених считал абсолютно неже своего достоинства принимать какую-то там веру, находящуюся на востоке Европы державы. Поэтому династические браки, собственно, начинаются в России с эпохи, уже в том смысле, в каком мы будем говорить о Екатеринецком появлении в России, только с Петра Великого. И в частности, за дальнюю родственницу Екатерины, в этой дальней родственнице Екатерины женили наследника Петра, царевича Алексея Петровича. Это была Софья Шарлотта, лютеранка, кстати, не поменявшая, в отличие от Екатерины, своего вероисповедания. Но она в скорости после рождения сына умерла. И затем известное дело царевича Алексея Петровича. И это не единственный династический брак. Свою племянницу Анну Иоанновну женит на герцоге Курлянской. Анна Иоанновна становится герцогиней Курлянской. Анна Иоанновна родилась в 1693 году из династии Романовых. Дочь царя Ивана V, племянница Петра Великого. Была выдана замуж в 1710 за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. А вдовев через 4 месяца после свадьбы осталась в Курлянде. После смерти Петра II была приглашена на российский престол Верховным Тайным Советом, как монарх с ограниченными полномочиями. Но забрала всю власть, разогнав Верховный Совет. Анна Иоанновна умерла в Петербурге в 1740 году. Дальнейшая история показывает, что ни одна русская императрица не становилась, даже будучи воспитана в другой религии, без принятия основной православной религии. Так что в чем-то мы продолжали эту древнюю традицию. Другое дело, что люди в 18 веке уже с большей легкостью меняли свою вероисповедание. Почему все-таки не нашлось претендентки на брак с Петром III внутри России? Ну, дело в том, что к сказанному Елене Борисовне нужно добавить, что с Петра, собственно говоря, начинается еще и традиция, связанная с тем, что члены царской фамилии должны жениться, выходить замуж за членов других династий. То есть это именно династический брак. То есть неравный. Да. И затем, в дальнейшем, в русской истории мы знаем примеры, когда нарушение этого правила вело к определенным последствиям, как было, например, с великим князем Константином Павловичем, когда фактически его марганатический брак, то есть брак с неравной, стал препятствием для занятия трона. Константин Павлович, великий князь, второй сын императора Павла I, родился в 1799 году. Был наследником цесаревичем русского престола, но в 1823-м отрекся от престола. Основанием явился его марганатический брак с польской графиней Грузинской. Акт отречения держался в тайне. После смерти Александра I, формально с 27 ноября по 14 декабря 1825 года, он являлся русским императором. Отказ Константина Павловича от царствования привел к обстановке междуцарствия, которой воспользовались декабристы. Если великий князь, наследник русского престола или кто-то из других членов царской фамилии, мужчин, женился на немецкой принцессе в 18 веке, в 19-м уже, так сказать, смотрели немножко по-другому, но в 18 веке эта принцесса непременно должна была принять православие. Если, наоборот, русскую принцессу выдавали замуж за границу, как это было, скажем, с племянницами Петра Великого, как это было с дочерями Петра Великого, то обычно брачный контракт оговаривал, что она может сохранить православие. И это тоже стало препятствием, в частности, вот в екатерининское время заключению брака одной из внучек Екатерины в 1796 году с наследником шведского престола, который настаивал на том, чтобы она непременно перешла в лютеранство. И вот мы так, как бы, перекинули мостик этот, но забегая вперед, можно сказать, что вот несостоявшийся этот брак очень расстроил Екатерину и, по воспоминаниям современников, видимо, даже вот способствовал ее уходу из жизни. Почему так много у нас связей августейших именно с Германией? Я думаю, что, опять же, это идет от Петра, и это связано в принципе с идеологией еще петровских преобразований в целом, основанных на достижениях рационалистической науки, скажем так, в значительной степени, а это были достижения, связанные прежде всего с протестантскими государствами, и, так сказать, те авторы, те сочинители, из чьих книг Петр черпал какие-то идеи для своих преобразований, они были в основном выходцами из Англии, Германии, Голландии и так далее. И Петр именно эти государства в первую очередь брал за некий образец, на который он ориентировался. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, наверное, протестантам было легче перейти в православие, нежели католикам, для которых это было, в принципе, видимо, невозможно. Ну, и потом к протестантам. Петровское время, во многом благодаря Феофану Прокоповичу, который трость, как не любил, католиков и католическую церковь. К католицизму всегда в России, еще с раннего Средневековья, относились очень предвзято. Это считалось самый страшный враг и страшный еретик. И даже говорили о том, что католический папа – это воплощение антихриста. Поэтому браки с католиками были всегда очень осложнены. Не только потому, что католики не желали, но и потому, что всегда к католикам относились с большим опасением и предвзятостью. А к протестантам лучше. Известно, что Петр даже хвалил Лютера. Поэтому и Феофан Прокопович использовал для своей полемической деятельности и для своих трудов трактаты именно протестантских авторов. София Августа Федерико – это имя, так сказать, по рождению Екатерины Великой. А что представлял из себя род князей цербских или анхальт цербских? Где находились их территориальные владения с точки зрения современной Германии? И ведь это была раздробленная страна. Князей было много. Невест было хороших не так много. А почему остановились на них? И что это было за княровский род? Это действительно был один из многочисленных владетельных домов тогдашней Германии. Поскольку единая Германия в то время не существовала, она состояла из множества вот таких мелких или более крупных каких-то княжеств. И вот действительно это был один из таких родов. Само княжество было очень маленьким, действительно. И нынешний город Цербст находится к северо-востоку от Берлина, примерно в часе езды так вот на электричке, скажем так. Но тем не менее, иногда вот в литературе можно встретить такое превратное все-таки несколько представления о том, что это уж какой-то вот совсем такой захудалый какой-то такой род, непонятно что и как. Это не так. Это не так. Это был именно владетельный род, который был вполне, так сказать, знатным, достойным и так далее. Вот есть работы, которые показывают, что Екатерина Великая по отцу, принцу Христиану Августу, она, можно проследить ее генеалогию вплоть до Карла Великого. Как и всех других вот этих родов немецких. Другое дело, что вот действительно княжество маленькое, хотя вот я где-то лет десять назад мне довелось быть в Цербсте и я видел развалины замка родового. И там есть, замок был разрушен, собственно, совсем недавно. Он был разрушен во время Второй мировой войны. И поэтому, естественно, сохранились до военной фотографии. И можно видеть, что это было очень величественное сооружение. Это был именно замок, громадный замок. С центральной частью, с двумя, так сказать, крыльями, вот, с постройками вокруг этого замка. То есть это было вполне такое серьезное сооружение. И сохранился, там развалины вот эти остались, и небольшой домик, который служил для дворцовой стражи в то время. А сейчас в этом доме находится музей. Единственное в мире, насколько мне известно, музей Екатерины Великой. Это имя там очень почитается. И даже вот при этом музее существует такое общество, которое называется «Общество друзей Екатерины Великой». Как вы считаете, вот маленькая девочка живет в своем там родовом замке, принадлежит такому знатному роду. Чувствует ли она свое предназначение стать одной из августейших особ, влиятельных особ Европы? Никто, конечно, не думал, что она может стать такой великой и править огромной империей. Но тем не менее, вот это же сказывается на мировоззрении ребенка, на его характере. Или это так спокойно в тогдашней Германии это понимали? Ну, я думаю, что все владельные принцессы германских княжеств всегда мечтали о том, чтобы удачно. Не с точки зрения какой-то частной интриги, любовных отношений, теплых семейных связей, а с точки зрения, конечно, престижности будущего своего положения в Европе. И недаром известно о том, что Екатерина, конечно, не без зависти смотрела на заключенный между ее родственницей брак с возможным английским королем. Он умер, и ее родственница так и не стала английской королевой. Но тем не менее, когда один из офицеров ее отца сравнивал, что Екатерина достойна лучшего, чем родственница, возможно, будущая английская королева, Екатерина это, вероятно, запомнила надолго. И она мечтала о блестящем будущности. И думаю, что еще до приезда в Россию она в своих мечтах все-таки не возносилась так высоко, насколько подняла ее судьба. Тем не менее, она уже, будучи зрелым ребенком, если можно так сказать, она понимала, что будущий брак – это не брак по любви, это будет брак по правилам. Не хочу сказать по расчету, но по правилам. Мы очень мало знаем об ее отце. Матушка в том, что приезжала в Россию, и здесь ее хорошо, так сказать, смогли изучить, описать и потом отправить обратно. Вот. А об отце? Я, прежде чем сказать об отце, я бы хотел отреагировать на то, что вы сказали про любовь. Да. Потому что, понимаете, какая вещь, в 18 веке все-таки про это думали немножко иначе. И вот этот брак, он как бы по расчету, да, но он одновременно и по любви. Потому что, собственно говоря, вот девушка должна любить, и она это понимает как свой долг, должна любить того, кого ей избрала судьба, родители и Господь Бог. И она в этом вот чувствует свой долг. И впоследствии Екатерина в одной из записок по Темкину и пишет, что если бы только у меня была возможность его любить, имея в виду Петра Третьего, то я бы никогда бы ему не изменила. То есть, она старалась его полюбить, другое дело, что он, так сказать, не создавал вот той возможности. А почему сразу? Да. Что касается отца. Вот вообще, когда Екатерина родилась, а мы с вами еще ведь даже не сказали, когда она родилась, да, и, наверное, об этом надо сказать, она родилась по старому русскому стилю 21 апреля, а по новому стилю 1 мая 1729 года, и родилась она не вот в Цербстине, не в своем родовом замке, а родилась она в городе Штетине, это нынешний Щетцин в Польше, где служил ее отец. Дело в том, что когда Екатерина родилась, отец принца Христиана Август еще не был даже владетельным князем. В это время этим княжеством правил его двоюродный брат, только спустя несколько лет после смерти двоюродного брата принц Христиан Август вступил в права владения, и Христиан Август находился на службе у прусского короля, был генералом прусской службы и комендантом вот этого Штетинского замка. Христиан Август был старше ее матери, значительно старше, и в общем-то мы знаем о нем очень немного, и то, что мы знаем, мы знаем преимущественно со слов самой Екатерины. Вот когда мы читаем ее мемуары, записки Екатерины, то мне думается, что это одно из тех мест, о котором можно сказать, что здесь она абсолютно искрена. Потому что она пишет вот явно, совершенно с очень таким глубоким чувством об отце, пишет, что в жизни своей она не встречала более, так сказать, благородного человека, человека честного, благородного, вот очень, так сказать, как бы такого светлого, да. И кроме этого человека очень, видимо, религиозного, о чем свидетельствует ее переписка с отцом, относящаяся уже к первым годам пребывания в России. И, по всей видимости, вообще вот личность отца была для маленькой Екатерины была очень важна, потому что эти письма свидетельствуют о том, что они в значительной мере посвящены как раз переходу из протестантизма в православие, и Екатерина считает необходимым оправдываться перед отцом. И она они, а потом она упоминает в мемуарах, как она получает известие о смерти отца, и как императрица Елизавета Петровна ей говорит, что не надо носить траур, потому что вот отец не был королем, и так далее. То есть это вот то, что в ее памяти явно, так сказать, очень прочно осталось и имело для нее очень большое значение. Как можно описать, оценить то образование, которое она получила? Ведь книжность свою, она, книжное образование получила как бы в России в большей степени, чем в Германии, тем не менее, основы заложены были там. Культура немецкая, частью которой она является, это все там. Что представляло собой тогдашнее воспитание девочки, которая может стать королевой, царицей, в данном случае императрицей, вот в то время? Ну, думаю, что 18 век очень отличается от предшествующего времени тем, что и девочек, и мальчиков начали воспитывать. Если в средневековье образование детей, да, собственно, представление о том, что, ну, если этот ребенок умрет, то появится следующий, отделялось значительно меньше внимания. Конечно, в семьях не только дворянских и боярских в России, но и купеческих учили грамоте, но образование заканчивалось обычно на том, что ребенок умел читать псалтырь и складывать какие-то определенные числа. Не доходя до знания грамматики, это была уже высокая наука, хотя учебное пособие уже появилось, знаменитый учебник Милития Сматрицкого. Но вот в 18 веке к образованию стали относиться шире. И не только в Европе, где первые аузы этого образования получает Екатерина, но и в России, стали готовить специальные учебники, стали подготавливать учителей. Для людей, которым предстояло выйти в свет, важно было не только иметь, обладать какими-то знаниями в географии, языке, математике, но очень большое внимание уделялось знанию, умению поддержать беседу. А для этого темы определены были и достаточно широко. Кроме того, человек, чтобы быть приятным в свете, а это особенно важно было, конечно, для девицы, должен был уметь владеть собой, уметь, конечно, танцевать, неплохо ездить верхом. Это мы обучали иногда с очень раннего возраста. Екатерина очень любила ездить по-мужски верхом, хотя девочкам, конечно, важно было умение ездить в амазонке в дамском седле. Ну вот, это те знания, которые получали и русские дворянки, особенно со второй половины 18 века. Но не безинтересно, судя по мемуарам, сказать о том, что это было с Петровского времени, в общем, в ряде фамилий, как одна из таких основных направляющих воспитания наследников. У Екатерины были еще в детстве ее германском разные опыты. Она очень любила свою бонус, гувернантку, француженку, и они очень тепло пишут. Сначала воспитывала одна сестра, а потом вторая из сестер Кордель, по-моему, сестер Кордель. И вот именно то, что первая ей читала много, и в том числе сказки и братьев Гримма, и об этом она пишет в своих воспоминаниях. А вторая сестра Бабетт много с ней занималась, в том числе воспитывая в ней добродетели и христианские добродетели. Во многом Екатерина в дальнейшем использует и в своем русском опыте общения с разными людьми. Кроме того, это хорошее знание французского языка. Французский, конечно. Безусловно, у нее было два языка, французский и немецкий, когда она приезжает в Россию. Основные, да. Кроме того, конечно, обучали, хотя она скептически отмечает опыт обучения ее танцам и верховыезде в тот период германский, но тем не менее не без этого она приехала в Россию. Сколько было точно лет ей, когда стали говорить о возможном замужестве, стали планировать что-то? Вот как она попадает в этот ряд невест европейских? Это же все, в общем, знали. Да, ну, потому что по традиции, вообще-то, я думаю, что подыскивали родители, думали об этом. И это была, так сказать, макарония сегодня, да, сказали самое главное – головная боль. Для всех семей того времени, вот того круга, к которому принадлежала Екатерина, это вот дочку пристроить, это, так сказать, самая главная забота была. И ведь мы же вот говорили о том, что там было много этих княжеств, да, они были разного размера, разного, так сказать, достатка были эти семьи и так далее, а в каждой семье было не по одному ребенку. И вот судьбу каждому нужно было как-то устроить. Акаронских престолов не так много. Акаронских престолов не так много, да. Вот если мы когда читаем какие-то немецкие сказки, да, то там очень часто встречается, вот, мы так, в детстве над этим не задумываешься, вот какая-то принцесса, которая почему-то, или принц, который вот почему-то где-то бродит, ходит там куда-то пешком, там. Живет в пряничном датке. Да, 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 из одного государства в другое почему-то вот он приходит, это как-то не очень понятно. Да, да, вот в наших русских сказках ничего подобного нет. А это вот отражает вот эту вот ситуацию Европы в целом и прежде всего германских земель, когда вот много этих принцев, очень много этих принцесс, которые все вот как-то нужно устроить свою судьбу. Поэтому, конечно, в семье об этом говорили очень рано, а Екатерина отмечает ведь в своих записках, что мать, принцесса Иоганна Елизавета, очень рано, как она пишет, у нее отобрала игрушки. Вот. Но тут, правда, есть некоторое, мне думается, что есть некоторое лукавство все-таки, потому что, ну, это еще вот 30-е годы 18-го века, еще игрушек-то особенно так не знали, в общем-то, в этом время. Ну, целый шкаф уже был куплен. Но она пишет ведь об этом почему? Она говорит, что мать ее готовила к очень непростой жизни. То есть, вот как бы они понимали, что, ну, конечно, вот, ну, вдруг удастся, да, но шансов не так много, поэтому жизнь может оказаться вполне, так сказать, нелегкой. И вот якобы мать ее с 7 лет начала готовить вот к этой, так сказать, достаточно суровой жизни. Вот, поэтому думали об этом с самого начала. А вот первый, так сказать, какой-то звоночек, связанный с Россией, он, конечно, пришел тогда, когда в 41-м году на престол поднялась Елизавета Петровна, с именем которой можно было связать какие-то надежды. Елизавета Петровна родилась в 1709 году, дочь Петра Первого и Екатерины Первой. Возведена на престол гвардии в 1741 году. В рамках созданной ею уложенной комиссии разработан ряд проектов реформ. Секурилизация церковных земель, законодательное оформление привилегий дворянства и прочее. Реформы были осуществлены в последующие царствования. При Елизавете Петровне были достигнуты значительные успехи в развитии хозяйства, культуры во внешней политике, чему способствовала деятельность Ломоносова, Шуваловых, Бестужева, Рюмина и других. Елизавета Петровна скончалась в Петербурге в 1761 году. Портрет. А ведь в свое время был специально написан портрет молодой Екатерины, был послан в Петербург. Правда это? Да, это вообще была обычная практика, потому что как бы, ну, надо было посмотреть. Все-таки. Ивану Третьему тоже привозили к Арсуну портрет будущей Софьи Палеолока. Это 15-й век. Да, 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 конечно. И эта практика существовала и дальше всегда. И когда Екатерина потом будет подбирать невест для своего сына, она будет посылать и, значит, вот спецбудут привозить эти портреты, смотреть на них. Кстати, большая проблема была, чтобы не пропустить время. Девочка могла быть или слишком молода, когда вдруг открывалась вакансия для будущего династического брака, либо она уже оказывалась перестарком. Поэтому вот будущая императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, при первом приступе, когда Павлу подбирали невесту, была слишком молода и не состоялся этот брак. И только вот после смерти первой супруги Павла, вот наконец, вошла в возраст будущей Марии Федоровны и заключился брак очень удачный, принесший массу потомков. Возраст сколько тогда было, чтобы начать уже конкретно планировать? Вот как ни странно... 14-15, наверное? Да, примерно 14-15 лет, когда уже можно было, безусловно, об этом говорить. Но вот что интересно ведь, что у нас как бы существует такое представление о том, что вообще вот в те времена девочек очень рано выдавали замуж, вот совсем вот маленьких. Все всегда вспоминают Арину Родионовну при этом и так далее. Вот, которые там, я уж не помню, во сколько. Но дело не в этом, а дело в том, что на самом деле исследования историков показывают, что да, конечно, такие браки были, 14 лет выдавали, но все-таки это не носило массовый характер. А вот в этих владельных семьях, именно вот в силу вот этой ситуации, о которой мы говорили, вот этой необходимости выдать замуж, там даже это случалось чаще. Ну, есть разница между помолвкой официальной и свадьбой. Совершенно верно. И впоследствии, вот когда Екатерина приедет в Россию, будет объявлена помолвка, то между помолвкой и свадьбой пройдет год. Даже больше. Помолвка июнь, а свадьба в конце лета, в начале осени. Ну да. Ну давайте восстановим. Когда помолвка, сколько было точно лет? Ей было 15 лет. У полных 15. Это уже помолвка, это она уже приехала. А вот если от этой даты дальше, то есть переговоры начались конкретные 14 лет было. Да. Но она пишет в своих записках, что ведь, так сказать, как это происходило. Было получено письмо. Было получено письмо из Петербурга, в котором Елизавета приглашала принцессу Иоганну Елизавету, мать Екатерины, вместе с дочерью приехать в Россию. И было понятно, зачем. Было понятно, зачем, потому что, видимо, так сказать, до этого какие-то вот уже разговоры были. Но Екатерина пишет о том, что родители колебались. Родители колебались. Ну, все-таки, все-таки, вот с одной, тут какая-то двойственность. Вот с одной стороны, вот все-таки вот девочка молоденькая, еще совсем вот вроде как ее жалко, да. Вот вроде и заманчивый такой брак, а вот, ну вот все-таки не очень понятно. Ну да, снега, медведи. Да. Но с другой стороны, снега, медведи. Потом какая-то страна-то ведь очень такая, там все время вот что-то происходит, там власть меняется, непонятно что. Вот. А с другой стороны, для Европы и для немцев, в частности, Россия была такой заманчивой страной в 18 веке. Это была страна для очень многих людей, где можно было сделать карьеру, где можно было сделать судьбу, так сказать. Кстати, это было время, когда немецкая миграция и миграция, они шли волными одна на запад через океан в Америку, и вторая, потом при Екатерине это резко усилилось. Да. В России, в Поволжье, это тысячи, сотни, даже, по-моему, где-то так, около столов. Да, да, но дело в том, что вот в это время еще, о котором мы сейчас говорим, вот такой массовой миграции не было. Но для профессионалов, скажем так, профессиональных военных, инженеров… Эфортова существовала уже давно. Да, да, да. То есть вот для каких-то людей, обладавших какими-то специальностями, которые в России были в дефиците, значит, это была возможность сделать карьеру. Сколько ты, кстати, ехала она из Берлина? Наверное, недели. Да, ну, в общем, на самом деле они ехали по тем временам достаточно быстро. Достаточно быстро, наверное, где-то в пределах двух недель, по-моему. Ну, тем не менее, да. Это было поразительно, что, в общем, бедный караван был встречен блестящим офицерским отрядом. Кстати, на встречу приехал под Ригу генерал-полицемейстер Петербурга Василий Федорович Салтыков. И по такому повороту истории это был отец ее будущего, в общем, первой ее любви, фаворита Сергея Васильевича Салтыкова. Но батюшка очень не одобрял, видимо, будущего увлечения. Но вот он тогда приехал. Кроме того, прислана была совершенно удивительная карета с хрустальными стеклами, обитая соболями. Екатерине была подарена Елизавета Соболья-Шуба. Такого, видимо, роскоши. Какого года было это? Ангольцерпский. Январь. Это январь. Январь холодновато. Снега, когда их встретили под Ригой. И через Ригу, а дальше в Петербург. Я бы обратил здесь внимание еще на один момент, о котором, мне кажется, стоит поговорить специально. Вот в исследованиях последнего времени очень хорошо показано, что вообще для европейцев в 18 веке, когда они пересекали границу Германии и Польшу уже, обратите внимание, не Россию, а Польшу, вот здесь для них начиналась Азия. В их восприятии начиналась Азия. И вот для Екатерины это тоже уже было нечто абсолютно диковинное. И, конечно, когда они видят вот эту кирасирскую роту очень красивую, в красивых этих блестящих кирасах, то это производит очень сильное впечатление. Там был еще один замечательный момент. Командиром этой кирасирской роты был барон Мюнхгаузен. Да, да, да. А надо вам сказать, что владения, родовые владения баронов Мюнхгаузенов находятся вот непосредственно рядом с владениями князей Ангел Цербских. Совет? Да. Вот когда я там был, то там видно, там буквально вот от этого замка можно отойти вот за, ну, на окраину Цербста, и там начинаются поля, там сохранились могилы. Родовые. Родовые могилы Мюнхгаузенов. Да. Вот. Так что это был даже в некотором смысле знакомый. Вот. Но это производило действительно сильное впечатление, и сильное впечатление производила вот эта роскошь. Вот эти шубы, причем там интересно ведь, что шуба была подарена и матери, но подешевле. Не соболея. Не соболея. Ах, это уже матушка задела тут же, наверное. Наверное, да. Но тем самым был показан, так сказать, рад. Но вот эта вот роскошь, так сказать, чисто русская роскошь, да, вот, которая, ну, в Берлине так не встречали. И ничего случайного, все было продумано, естественно. Конечно, конечно. Все церемонии уже, это был двор с традициями, прошло много времени. Я имею в виду русский двор, и поэтому вот даже такой нюанс вроде качества. С корняжного, да, с корняжного качества разное. Меха. Это тонко. Тогда тонко. Она прибывает. Ее принимает двор. Первая встреча, конечно, с Елизаветой. Она описана. Вот. Вы уже говорили, что она даже прослезилась, увидев какие-то родственные, знакомые черты. Ну, это первое впечатление. Вот как можно, ну, может быть, деталей-то, конечно, сохранилось достаточно, а вот вопрос в следующем. Как принял ее двор в целом? Все уже понимали, что это возможная императрица, супруга, наследника? Или все это пока вот носило такой предварительный, совсем предварительный, она была одной из? Или тоже выбора тогда не было? Или все-таки был? Я имею в виду из принцесс. Будущих. Вы знаете, во-первых, вот я бы обратил еще внимание на то, что когда она приезжает, вот смотрите, они приезжают в Ригу, Рига – это вполне европейский город. Да. С утрамскими, да, кирхами. Они приезжают в Петербург, это тоже вполне европейский город. Но там, в Петербурге, первое тоже такое экзотическое впечатление. Два, вернее, даже. В Петербург только что привезли подарок для императрицы Елизаветы от персидского шаха – слонов. Зимой. Зимой. Она наблюдает этих слонов. Вот представьте себе эту девочку из Германии, которая пьет без слонов. Значит, а кроме этого, она наблюдает, так сказать, скажем так, русские народные зимние развлечения. Это масленица. Масленица, да. Катание с гор, вот это все. И кулачки, наверное. Да, да, да. Но императрицы в это время нет в Петербурге. Двор в Москве. И они из Петербурга едут в Москву. Вот здесь она встречается с Елизаветой. И опять же, что очень интересно, ведь потом, на протяжении семнадцати лет, отношения с Елизаветой Петровной складывались очень по-разному. И, в общем, любви, так сказать, особой не было. Особенно после рождения наследника, конечно. Да, но вот когда она в мемуарах своих описывает эту первую встречу, она вот это, несомненно, воспроизводит вот то свое первое впечатление. Восторг. Она пишет восторг, да. Так что, когда они прибыли в Москву, они вошли во дворец, открылись двери, была высокая лестница, и на верхней площадке стояла императрица. А Елизавета, как известно, была первая красавица России. И вот Екатерина пишет, что невозможно было тогда увидеть эту женщину и не поразиться ее красоте и величию. Вот это первое ее впечатление, она его воспроизводит в своих мемуарах. Но Москва, а Москва это уже совсем не европейский город. Это в представлении людей того времени город совершенно азиатский. И это, конечно, производит очень сильное впечатление. И вот если представить себе, уже отвечая на ваш вопрос о том, как ее встретил двор, масса впечатлений для 15-летней девочки. То есть абсолютно чужая обстановка, впервые вокруг нее люди, которые говорят на непонятном языке. Включают ее в свои комбинации, скорее всего. Да, да. Вот как бы вот все вокруг абсолютно чужое, непонятное и кажущееся чем-то таким диковатым, наверное. И в это нужно как-то вписаться. И, судя по всему, просто у нее поначалу кружится голова от этого всего. У нее просто, ну это понятно, 15-летней девочки. Она наделала долги сразу же, значит, это увлекло ее. Да. Это здорово. И Елизавета очень ее потом журила. Да. Ну, конечно, ей требовалось соответствовать, денег не было. Конечно. Но она получает, надо сказать, по приезду, она сразу получает какие-то деньги. И как раз она пишет о том, что впервые в жизни у нее появились какие-то собственные деньги. Так что на этих денег не хватало. Скажите, какой был регламент? Вот приехала, представили, началась жизнь. Она начала изучать русский язык, не начала. Она что-то понимала, зачем ее пригласили. Ей как-то объяснили. Или это все намеки, это все так очень дипломатично. Или все-таки она догадывалась? Я думаю, что с самого начала она не только догадывалась, она знала, зачем она приехала. И она понимала эти знаки, я думаю. Она была очень девочка вдумчивая. И Сабу Лишуба тоже знак, который она прочитала. Ну, а что касается языка, то Двор говорил по-русски в это время. И чтобы она быстрее освоила русский язык, ей был Дантин преподаватель. Это был Василий Ададуров, о котором Екатерина пишет ныне сенатор. Действительно, Ададуров не был каким-то очень знатным лингвистом XVIII века, но, тем не менее, он дал ей какие-то начальные знания. Она выучилась с фразы русского языка, которые ей необходимы были при первых ее шагах во время подготовки к церемонии обручения. Кроме того, рядом с Ададуровым всегда называют имя человека, который учил ее православию. Это был псковский архиепископ Симон Тодорский, выходец из Малороссии, знаток европейских языков. Они говорили на немецком языке. Ну, конечно, иначе бы она не поняла различий между православием и протестантизмом. Хотя, судя по всему, Елизавета, вероятно, епископу Симону это вполне ясно объяснила. И надо было ему показать, что религия, будущей наследной великой княгини, княжны, будет мало отличаться от той, в которой она воспитывалась у себя в Германии. И Симон Тодорский, как мог, объяснил ей общие основы христианства, которые, безусловно, и в протестантизме, и в православии едины. Хотя различий между протестантизмом и православием было очень много, но Екатерине объяснили, что, и она это так передала своему отцу, что различия эти связаны с дикостью народа. И что различия, например, иконопочитания, абсолютно неприемлемое в лютеранстве, церковная иерархия, пышность церковного обряда, все это для того, чтобы вот дикий народ постигал основы вероучения. Протестантизм – одна из ветвей христианства, наряду с католицизмом и православием. Протестантизм возник в эпоху реформации, как антикатолическое движение, наряду с признанием общих христианских представлений, протестантизм в качестве основных идей выдвигает принципы спасения личной верой и священства всех верующих, а также исключительный авторитет Библии. Сколько Петру было тогда лет? Петр был старше Екатерины на два года. Но вот здесь ведь надо иметь в виду, что, во-первых, они были знакомы уже к этому моменту, они были вообще родственниками. Петр Голштинский, принц. И Екатерина и Петр были троюродными братом и сестрой. Они были знакомы. Екатерина упоминает в записках о том, что она видела своего будущего мужа, когда ему было 11 лет, когда он потерял отца. Петр потерял мать сразу, она умерла буквально через две недели после родов, Анна Петровна, а герцог Карл Фридрих вот умер, когда мальчику было 10 лет. И в это время Екатерина вспоминает, что в городе Эйтине собрались родственники на семейный совет решать, что делать с этим ребенком. Проблема была в том, что он был как бы одновременно наследником двух престолов. Русского престола и шведского престола. Но шведский престол был более достижимым на тот момент, поскольку на русском троне в это время императрица Анна Ивановна, это другая ветвь дома Романовых, и предполагалось, что никаких шансов, так сказать, у Петра не будет. А в то время его еще не звали Петром, его еще звали Карл Петер Ульрих. И вот смотрите, это само имя Карл Петер Ульрих, оно не случайно возникло, его назвали Карлом, потому что его двоюродным дедом был шведский король Карл XII, его назвали Петер в честь Петра Великого, его родного деда. Которым они воевали, Карл и Петр. Да, и его назвали Ульрих, потому что в это время на шведском троне королева Ульрика. Вот это вот было соединение этих трех имен, ну и мальчика стали готовить к тому, чтобы занять шведский трон. В отличие от Екатерины, он на всю жизнь сохранил любовь к своей родине. И всю жизнь он, в общем, мечтал вернуться в Германию, вернуться в Киль, в свой родной. А у Екатерины этого не было. И, наверное, не могло быть, потому что в отличие от Петра, который вот все детство провел, в общем, в одном месте, она постоянно была в дороге. Вот она родилась в Штетине, родовое место было Церпст, мать все время ее брала куда-то в гости. Вот они ездили, как мы с вами выяснили, это были длительные поездки. Она, как мне кажется, не успела как-то вот привязаться к какому-то определенному месту, и у нее не было вот этого понятия дома, родины, которое бы вот как-то было связано вот с каким-то конкретным местом. Петр вообще был, конечно, очень влюбчив. У него было много увлечений. Да. Но исключительно платонических. Любовницы у него появились значительно позже. Позже. И в это время, так сказать, о любовницах речи быть не могло. Он действительно, когда Екатерина приехала в Россию, он очень обрадовался. Он очень обрадовался, потому что ему было одиноко. А тут вот появилась вроде сверстница, и все-таки какое-то знакомое лицо, и с ней по-немецки можно разговаривать. Он очень обрадовался. И вот поначалу, вот вообще первый год, отношения были очень такие теплые. И ведь Екатерина, это известно, что когда вот должно было вот это состояться, вот это православное крещение, она перед этим заболела. Тяжело заболела. Историки многие считают, что это была в том числе и болезнь такого нервного характера. И она в своих мемуарах пишет о том, что ей предложили, что к ней приведут пастора. Она отказалась и попросила привезти православного священника. Я думаю, что на самом деле приводили пастора. Есть такого рода сведения тоже. Но Петр был очень внимателен к ней. Он, так сказать, и так далее. Потом, спустя какое-то время уже после обручения заболел Петр, и она была внимательна к нему. И то есть вот эти отношения, они, так сказать, не сразу стали вот такими враждебными. Но, когда состоялась уже свадьба в 1745 году, и когда Екатерина в своих записках пишет, что когда за новобрачными закрылись двери спальни, то Петр тут же выбежал в соседнюю комнату, в свои покои, принес оттуда своих солдатиков, водрузил их на супружеское ложе, и стал обучать молодую жену игре вот с этими солдатиками. И дальше идет такая фраза в мемуарах Екатерины. Она пишет, и так продолжалось 9 лет. Я благодарю моим гостям за участие в программе. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова